Открытый диалог с гражданами страны председатель партии коммунистов Владимир Воронин продолжил в городе Кейнары Каушанского района. За пять лет правления проевропейские партии не только не проявили заботу о благополучии своих граждан. Они лишили людей основных прав – право на достойную жизнь, социальное обеспечение, право на образование и охрану здоровья. Прикрываясь европейскими реформами, нынешние правители сократили рабочие места, ликвидировали школы и детские сады. Они уничтожили все достижения партии коммунистов и сделали жизнь граждан невыносимой, отметил Владимир Воронин. 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 Так называемые достижения нынешних правителей у людей вызывают лишь отвращение и злобу. Мы все без помощи. Я, например, хочу сказать, что до сих пор у нас не подвели газ. Я вынуждена ехать в Россию к сыну, чтобы там перезимовать. Это воры, грабители. Они ободрали людей как липку. Как можно еще терпеть эту власть? Как можно быстрее ее убрать, сместить с этого места? Пора покончить с этой бакханалией и геноцидом, который устроили действующие правители против собственного народа, заявил Владимир Воронин. Для этого в команде по КРМ собраны настоящие профессионалы, которые за пять лет власти и пять лет в оппозиции накопили богатый опыт и готовы взять на себя ответственность за управление государством. Продолжение следует... Сразу после 30 ноября партия коммунистов готова начать работу на благо страны и всего общества. Для этого у коммунистов есть конкретная программа, а также проекты по возрождению молдавских городов и сел. Продолжение следует... Партия коммунистов не только словом, но и делом доказала, что способна вывести страну из затяжного социального и экономического кризиса. Поэтому жители Кайнар точно знают, за кого отдадут свои голоса на выборах 30 ноября. Ждем, чтобы победил Воронин, чтобы власть была в руках коммунистов, и тогда мы заживем так, как мы жили восемь лет. Мои дети тоже так же будут, я говорю только за них. И больше ни за кого, и никогда.